Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Ravoc 2013 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Не закрываются две правых двери и одна задняя левая. Передняя левая то работает, то не работает. Все проблемы, хозяин говорит, начались с передней правой двери. И сигнализацию закрываешь, а дверь не закрывается. Почитал на форумах, это проблема с соленоидами в замке, а никто их не делает. Отдельно соленоиды дилер не меняет. Показываю. В данный момент автомобиль открытый. Закрываю. И точно так же задняя дверь. Закрываю. Вот она открыта. Закрываю. Тоже не срабатывает. Заказал соленоиды с Алиэкспресс. Ссылочку под видео оставлю. Сейчас добираюсь до механизма. И попробую в нем заменить моторчик этот. Вернее, это даже не соленоид. Это обычный моторчик. Вот такой вот мотор. Чаще всего у них щетки отгорают. То ли из-за того, что они некачественные сделаны. Потому что у товарища у меня 2011 года Эвок. И у него побег уже больше 100 тысяч. И таких проблем не было. И нет ни с одним замком. То ли здесь по комплектации что-то было намудрено. То ли качество такое. Ну не знаю. Сейчас вскрою, посмотрю. Ладно, открываю дверь. И снимаем обшивку. Снимаю заглушки. У нас вот заглушка на ручке. Чтобы не царапать, можно вот булавку я взял от детских подгузников. Пробочка остается целая. Также с этой стороны, с торца. И снизу у нас под ручкой, камеру пониже опущу. Заглушку. С одной стороны. И с другой стороны. Здесь у нас, судя по всему, торкс-30. Да, эти торксы-30. Заглушка. Сверху у нас под крестовую отвертку. С торца тоже крестовая отвертка. Но он, наверное, до конца не выкручится. Потому что сидит там глубоковато. Как вот его? Но я до конца не стал. Ослабил его. А дальше посмотрю. Сейчас снизу поддеваю карту. Ну и теперь самый важный момент. Сверху. Сейчас мы обдернем ее. И отводить ее сильно вообще не нужно. Нужно подталкивать будет сбоку. Руку просовывать. И снимать тросик. Иначе, если буквально на 7 сантиметров сделаем отвод карты от двери, мы сломаем бабушку троса. Я на предыдущем видео показывал. У меня на ландровере ребята предыдущему хозяину делали. И они сломали трос. И после этого он уже не работает. Здесь на управление идет один трос. Вот теперь снимаем трос. Как же показать? Сейчас попробую показать, где именно и как стоит трос. Открою окно. Вот он трос. Сейчас фонарик возьму. Одному неудобно, но показать надо, потому что через это проходят многие. Вот он трос. Вот бабушка желтая. Если видно, я оттянул где-то сантиметров 5-6 вверх. А трос уже начал изгиб. Если потянуть дальше, этот изгиб сломает сам тросик. Вот я его скинул. И теперь он уже останется целый. Выводим собачку вверх. И отключаем проводку. Выводим собачку. все проводка отсоединена единственное что мне надо сделать поторопился отсоединить сейчас стеклоподъемник на мясо подключу и стекло надо поднять вверх я его опускал чтобы показать как я тросик сниму только для этого стекло закрыл теперь снимаю все разъемы чтобы нам внутреннюю карту от этого стеклоподъемника который пластиковая снять здесь вытягиваем вниз красный фиксатор и его по идее нам давить я что датчик не сломать я здесь сверху вот этот отгибая и стягиваю также снимаем возле зеркала тоже фиксатор поднимаю вверх красный выдернул полностью нажимаем бабушку и 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 ki не и и все есть еще один его самый первый выкручиваем потому что потом мы его про него забудем все открутил остается крайний придерживаю в принципе она приклеена не должна упасть и аккуратненько идет снимаем здесь клипса ее можно в принципе сдернуть и потом ее устанавливать будем именно так вот этот тросик чтобы он не хлопал он стоит на этой клипсе а потом затянуть ее просто подтягиваем и все и он затягивается на место но при установке это покажу так в принципе часть у нас открылась теперь снимаем наружную ручку вот у нас заглушка и и открываем резиновая за край подтягивая она рвется вот так и подогнул подсунул выковырнул выкручиваем здесь винт который у нас фиксирует вот эту накладочку также торкс по моему т27 хотя и т25 подойдет немножко под углом и откручиваем его откручиваем не до конца откручиваем до такого момента чтобы у нас вот эта накладка вышла ручку немножко как отводим и откручиваем все у нас высвободилось вот сюда он закручивается теперь ручку немножко сдвигаем назад вот чуть-чуть сдвинул она здесь освободилась и спереди мы ее выводим из зацепления когда есть бесключевой доступ если вдруг на кнопке здесь будет провод поэтому его сначала надо будет внутрь отключить откручиваем вот этот саморез 325 и снимаем вот эту прокладку аккуратно чтоб ее не сломать крепится вот этими двумя все в принципе у нас ручка освобождена ее вот так вот вперед сдвинем и она все надевается назад откручиваем 3 винта крепления механизма но перед этим открутим вот этот винт крепления рамки стеклоподъемника нижняя часть потому что она нам не даст вывести замок ток стеклоподъемник вот она отходит за счет этого мы ее отведем и сможем снять здесь тоже торг 130 воробьи дерутся птенцов вывели под навесом так но механизм на придерживать это он сейчас упадет ну а теперь вывожу и при этом надо будет еще разъем отключить одной руки не хватает все вот такой вот механизм замка один управляющий трос теперь нам надо снять крышку и под крышкой находятся эти моторы идем разбираем надо снимать вот этот трос снять его чтобы снять его нужно вот эти фиксаторы с двух сторон отвести сначала один назад шило возьму поддеваю только чтобы не отломать и как бы тросик немножко поддавливаю вверх вывести из зацепления вот его чуть-чуть приподнял и точно так же вторую сторону вот они фиксаторы теперь берем трос поворачиваем влево здесь пропилы есть и он выводится так переворачиваю снимаю крышку так торк 120 и откручиваю 4 винта торкс т15 по мою т10 даже что это за номер маркера не с разборки ли он странно смотрим что у нас тут держит что у нас тут ожидает вот такой фиксатор он в крышку вот видно упирается надо его снять а чтоб его снять нам надо внутри нажать три лепестка поэтому берем здесь сейчас отверточкой поддену его как бы поднимая лепестки буду нажимать все расснила здесь есть направляющая теперь снимаем эту крышку крышка 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 у нас в эту крышку ставится вот эта пружинка и и снимаем так вот 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 вот